Всем привет, друзья, с вами Акрош. Я думаю, вы тоже в шоке от темы нашего видео, как и я, когда узнал про эту новость. Сегодня мы поговорим о будущем нововведении в ЛЗ-2 «Редкости растений». Сегодня мы разберём то, как это может выглядеть в игре, как будет работать эта система и когда нам стоит её ожидать. А вы усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки и всем приятного просмотра. Редкости персонажей далеко не новинка в игровой индустрии. Такая система есть в Brawl Stars, Dota 2, Clash Royale, в новой игре Squadbusters и в куче других игр. Как вы понимаете, редкость это определённая категория, по которой распределяются персонажи, оружие и тому подобное. Например, в том же Brawl Stars есть 5 редкостей, по которым распределяются бойцы и чем интереснее уникальная механика, тем выше редкость героя. В ПВЗ-2 будет действовать примерно такая же система, чем интереснее и имбовее механика персонажа, тем выше его редкость. Давайте же попробуем разобраться в том, как это может всё выглядеть в игре и как в общем будет функционировать эта система. Всё это будет лично моим мнением и догадками, так что не воспринимайте всё серьёз. Итак, рассмотрим систему разблокировки персонажей в растении против зомби-героя. Здесь мы можем получать их за энергию в событиях и при открытии паков. Ну и понятно дело, что чем выше редкость растения, тем больше энергии нужен для его разблокировки. Соответственно и процент появления в паках у него меньше. Возьмём, например, и другую игру, например, Бравл Старс. Чем выше редкость героя, тем больше кредитов, позволяющих открывать бойцов, вам нужно потратить. И такая же система вполне реальна и в растении против зомби-2. Вы купите пакеты семян и чем выше редкость обе растения, тем больше пакетов семян ему надо. Кстати, о редкостях. Всего их будет 6. Обычная, необычная, редкая, эпическая, мифическая и легендарная. Во силах Бравл Старси только без сверхредкой. А нет, в китайской версии уже есть такая. В моей статье вы можете найти абсолютно все редкости на всех растениях, даже на тех, которых в игре пока нет и которые удалены. Ссылка будет в описании к этому видео. Также можете зайти и в телеграм-канал по QR-коду, либо опять же по ссылке в описании. Давайте вернемся к системе. Как же вообще получать кредиты? Я и разберу именно эту систему, потому что она больше всего приближена к тому, что у нас есть растения против зомби-2. Это можно сделать с помощью прохождения квестов, доната и платного пропуска с наградами. Надеюсь, что электронные карты не посмотрят это видео. Как же эта система может выглядеть в растении против зомби-2? Вы можете опять же в квестах получать пакеты семян на разные растения, например, сыграть на арене 3 раза, и вы получите 20 карточек на покру и такими путями вы сможете открывать растения. Это прибавит и интереса к игре, и будет больше мотивации играть в разные режимы, выполнять квесты и тому подобное. Можно даже делать разные акции со стороны разработчиков с карточками на определенные растения, чтобы доход к игре тоже рос. Но есть также и минус, потому что это поусложнило систему получения героев, так как в последнее время мы их открываем за 250 пакетов семян. Возможно, мы сможем получать героев из пиньят. С пазлами идеи, конечно, не дойдет, а вот с пиньятами возможно, ибо зачем вообще тогда редкости растениям, если их способности не зависят от скилла игрока и других умений. Скорее всего, разработчики хотят упростить распределение растений. Новичкам будет проще определиться среди большого альманаха растений и понять, какое растение будет посильнее, а какое наоборот. Надеюсь, что редкости растений сделают игру более разнообразнее, так как это звучит и вообще многообещающе, особенно для этой вселенной. Когда нам стоит ожидать эту систему, судя по тому, что уже есть редкости для взрывного предельщика и гриба судьбы, это может выйти уже в следующем обновлении. Как это все будет выглядеть, работать и вообще будет ли это полезным в игре, пока неизвестно. Но вы можете написать свои догадки в комментариях под этим видео. Я не буду возлагать на редкости огромные надежды, но хочется верить, что это нововведение принесет в игру что-то новое и будет неким глотком свежего воздуха для второй части растений и зомби. На этом наше видео подходит к концу. И всем спасибо за просмотр, с вами был Акрош, до скорых встреч, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok